На встрече присутствовали первые лица университета, студенты, изучающие индонезийский язык и те, кто только планирует начать его осваивать. Также были учащиеся из Индонезии, которые выступали с докладами о культуре их родины, рассказали о традициях и особенностях страны, а также об ассоциации индонезийских студентов в России. Круглый стол начался с приветственной речи про ректора по внешним связям вуза Тимирхана Алишева. Он рассказал о дружеских отношениях Казанского федерального с Индонезией и их посольством, о том, как важно привлекать иностранных студентов и знакомить их с нашей культурой. В конце встречи для студентов был проведен небольшой мастер-класс по индонезийскому языку. Спикером стал единственный преподаватель в вузе по индонезийскому языку Рамиль Юзу Мухаметов. Эти Дни культуры, они в первую очередь сплочают тех студентов, которые обучаются здесь, и тех студентов, которые изучают эту культуру, этот язык. И буквально несколько лет назад, когда мы только-только делали первые шаги по преподаванию индонезийского языка, оказалось, мы очень сомневались, правильно ли, неправильно ли, нужно ли, не нужно. Но сегодня мы понимаем, что это был действительно правильный шаг, и эти наши первые шаги сегодня выросли вот в такой большой дружный клуб, клуб российско-индонезийских студентов, которые помогают изучать культуру друг друга, которые в будущем, я думаю, будут развивать не только вот эти дружеские отношения, но и международные отношения между нашими странами. С 19 века Казань была центром в Востоковедии, где изучались многие восточные языки. Около четверти всех индонезийских студентов России получают высшее образование именно в Казанском федеральном. Университет выпустил две академические группы с экономическими и филологическими клонами. Такое сотрудничество между странами очень помогает в развитии и познавании культур таких разных, но в то же время близких государств. Студенты с большим энтузиазмом рассказывают про свою страну, про свои интересы, мечты и желания. Они очень уважают свою страну и хотят, чтобы все больше людей интересовалось их культурой. Индонезийские студенты являются получателями стипендий правительства России, Гослиния, через Министерство образования и науки Республики Татарстан. Самыми популярными стипендиями стали открытые двери и русский дом. Казанский университет уделяет внимание всем международным сотрудничествам, взаимодействия всем дружественным в России странам. И действительно Индонезия является одной из тех стран, которые показывают дружественное расположение и дружественное отношение по отношению к Российской Федерации. Индонезия действительно одна из самых больших стран, одна самая большая мусульманская страна в мире, 270 миллионов населения, население растет. Это демократическая страна, которая активно развивается. Совершенно недавние были выборы в этом году, которые замечательно прошли. Мы работаем с Индонезией, с индонезийскими университетами, привлекаем ребят, студентов в том числе, которые приезжают в Россию и выбирают Казанский университет для обучения. Круглый стол стал отличной возможностью для участников познакомиться с новыми аспектами культуры и традиций Индонезии, а также обсудить перспективы сотрудничества между странами в сфере образования и культуры. В дальнейшем планируется ряд подобных встреч, а также торжественных мероприятий. Егор Панкратов, Резида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости.